10 тысяч рублей, примерно столько, ежедневно проходит через его руки. Мелочь, купюры, кондуктор Владимир Мигачев прикасается ко всему. О том, что, имея дело с грязью, догадывался. Но выхода говорит нет. Мыть руки на его работе получается очень редко. Пути-то нет, никак не обезопасишься. Только на станцию при езде и все. С деньгами мы беспощадны. Проверить их на чистоту отправляем в лабораторию. Здесь банкноты и монеты отмывают в растворе со стиральным порошком. После воду посмотрят под микроскопом. Это будет проверкой на наличие глистов. Бумажные деньги, предполагают ученые, должны быть грязнее. Слеза сама по себе неплохой субстрат, так сказать, для развития микроорганизмов. Ну и потом те люди, которые, например, кушают иногда, берут деньги, они пропитываются жиром, какими-то еще питательными веществами. Вода, еще что-то к деньгам прикрепляется. Это, конечно, питательный очень субстрат и благоприятная среда для развития микроорганизмов. А так банкноты проверяют на остальные микробы. Купюры в 150, монета в 10 рублей. Микробиолог Екатерина Красникова берет с них так называемые смывы и помещает в питательные среды. Каждая зараза любит разное. Где-то углеводы с антибиотиком, где-то компоненты крови и яичный желток. После чашки с посевами отправляют в камеру с температурой в 37 градусов. Все для комфорта микробов. Купюры. Срок службы примерно два с половиной года. Монеты около 20 лет. Разумеется, за все это время деньги у нас никто не дезинфицирует. Хотя во многих странах решение проблемы давно нашли. Где-то купюры обеззараживают озоном, ультрафиолетом. А, например, в Японии деньги обрабатывают прямо в банкоматах по воздействиям температуры в 200 градусов. А вот самыми чистыми банкнотами считают евро. Их уже печатают на бактерицидных материалах. В лабораторию мы вернулись через три дня. Из тепла достают то, что выросло. Биологи признаются сами в шоке. Точное количество видов болезнетворных микробов даже посчитать не удалось. Их слишком много. Сальмонеллы, золотистый стафилокоп, кишечная палочка, грибы, протеи ползучий. Эта компания обнаружена на всех образцах. Но грязнее всего оказалась купюра в 100 рублей. Я вот когда это увидела, мне первая мысль, какая пришла в голову, деньги брать только в перчатках теперь. Я же сама не сеяла деньги никогда. И не интересовалась этим. Я подозревала, конечно, на них много микробов. Но теперь я знаю точно и однозначно, что после того, как деньги побывали в руках, руки в рот тащить нельзя, глаза в носу куврятся. Никаким образом не дотрагиваться в своей слизистых оболочках. Обязательно руки мыть с мылом потом. По словам биологов, паниковать не надо. Чтобы подхватить заразу с денег, у человека должен быть слабый иммунитет и грязные руки. Кстати, антибактериальное мыло и салфетки не так уж и полезны. Естественная защита слабеет. Вместе с заразой они убивают и полезные микроорганизмы. Кристина Трушина, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив.